Продолжение следует... Смартфон. Знаете ли вы, что по нему можно определить характер человека? Оказывается, да, и даже ученые уже провели масштабные исследования. Тип характера и то, как вы держите смартфон, реально взаимосвязаны. Обязательно почитайте, в интернете вся эта информация есть. Вот я, например, согласно научным данным, творческая натура. Но речь не об этом. Сегодня телефон реально может рассказать о своем хозяине очень многое. Ведь у каждого из нас есть список любимых приложений, из которого складывается характер владения этим гаджетом. Блин, сейчас. Где мой кошелек? Блин. А, сейчас, сейчас, сейчас. У меня же сенами есть. А, это карта. А, и карта привязана. Все, отлично, отлично. Теперь и пообедать смогу. Еще и со скидкой. Кошельки, портмоне, без них никуда. На протяжении многих веков компактное место хранения денег видоизменялось. От мешочков с монетами до модного аксессуара. Кошельки действительно идут в ногу со временем. И сегодня они удивляют нас не только своим уникальным дизайном, но и множеством полезных и дополнительных функций. Они становятся в прямом смысле умнее. Каких только видов смарт-кошельков уже не придумали. Они сами по себе стали настоящими гаджетами. Есть среди них такие, которые нужно носить с собой. И те, где такая необходимость отпадает. Речь идет об умных приложениях. В Казахстане постепенно набирает популярность среди пользователей смарт-кошелек Синем. Уже сегодня он дает возможность оплачивать товары и услуги с помощью любого смартфона и с привязкой карты любого банка. То есть без комиссий. Я пользуюсь в основном сервисами Синема и паркинг. Они удобны и экономят мне время. Синема я пользуюсь, потому что это делается очень быстро и нет никаких очередей, различных факторов, связанных с людьми и так далее. А паркингом, потому что я уже один раз попался на этом. И, в принципе, это приложение, то есть были аналоги, но это приложение было самым удобным и хорошо выглядело. Ну, в плане дизайна и цвета. Ну, мне нравится там скорость и палитра цветов. То есть это одно из самых ярких приложений, которые я их и видел. Потому что есть аналоги похожие, но они довольно блеклые на этом фоне. А мне очень нравится, когда все ярко, красочно и быстро. Даулет, расскажите, пожалуйста, как возникла идея создания такого приложения, которому удалось объединить и пользователей, и предпринимателей, избежать всех вот этих дополнительных комиссий во время транзакций? Идея принадлежит нашему учредителю Марату Нурпиисову. Он в ходе своей работы над докторской диссертацией в 2005 году сделал вывод, что невысокая скорость транзакций и дороговизна этих транзакций являются существенным барьером в развитии бизнеса любой компании. И в 2005 году он пришел к идее о том, что необходимо создать такую экосистему, в которой бы компании, бизнес, между собой могли бы торговать, работать и при этом получать эти оплаты 24 на 7 и бесплатно. То есть мгновенные оплаты. Но на тот момент технологий таких не было. Он эту идею долго вынашивал, дорабатывал. И в 2015 году, когда смартфоны, интернет, все достаточно сильно развились, он принял решение, что все надо делать. Мы собрали команду и начиная с 2016 года эту идею реализовывали. Сеным, как признаются сами разработчики, работает по аналогии с приложением WeChat. Но в отличие от китайской многофункциональной программы, отечественная смарт-разработка имеет еще ряд дополнительных возможностей. Даулет, по аналогии каких зарубежных приложений работает с Сеным? Ближайший аналог с точки зрения решения для пользователей – это WeChat, китайское приложение. Но у нас, в отличие от WeChat, есть свои уникальные отличия. В первую очередь мы не берем комиссии с продаж. То есть если WeChat берет с каждой продажи, с бизнеса берет некий какой-то процент, мы такой процент не берем. То есть мы отдаем всю сумму продаж самому бизнесу. Бизнес дальше внутри нашей системы может оплатить своими поставщиками и так далее. То есть вы работаете без комиссии. Тогда в чем ваша прибыль заключается? Из чего складывается? Да, то есть у нас бизнес-модель, с точки зрения бизнес-моделей мы уникальны. Насколько я знаю, в мире на данный момент такого решения нет. В мире нет такого решения? Какого такого? Сейчас объясню. В нашей бизнес-модели мы применяем два вида комиссии. Первый вид комиссии – это когда наш партнер, любой участник нашей системы, он, получается, со своего баланса деньги выводит на свой банковский счет. Вот мы с этой суммой, которую участник выводит, мы берем один процент комиссии. То есть если же этот участник не выводит из системы, а оплачивает дальше внутри системы, он эту комиссию не платит. Получается. Второй вид комиссии – это в конце каждого календарного месяца с остатка на балансе каждого участника мы берем один процент комиссии. То есть это наш, скажем, административный сбор. Если участник до конца месяца потратит весь свой баланс, соответственно, мы эту комиссию с него тоже не возьмем. То есть если у него на балансе будет ноль, либо очень мало денег, соответственно, он эту комиссию заплатит очень мало. А с оборота, получается, он может там за месяц, допустим, на миллион тенге наторговать, но в конце месяца у него будет ноль на балансе, он не тратит дальше. И при этом не будет из системы выводить, то этот участник нам не заплатит, комиссию не заплатит. Либо заплатит, но очень мало. Казахстанский смарт-кошелек – это одно предложение на все случаи жизни. Заказать еду на дом, забронировать столик в ресторане, вызвать такси, купить билеты, оплатить парковку, рассчитаться в АЗС и за ком-услуги, перевести деньги, оплатить пресс в общественном транспорте с помощью QR-кода и многое другое. Даже несмотря на такое разнообразие сервисов, функционал приложения постоянно расширяется. С каждым обновлением разработчики стремятся привнести что-то новое и еще более удобное для пользователя. Тиас, расскажите о функционале приложения. Действительно ли с его помощью можно оплачивать товары и услуги через смартфон? Само приложение делится на 5 сервисов. Это большие такие сервисы. Это АЗС. То есть там вы заправляетесь, то есть вы заправляете вашу машину, не выходя из нее. Второй сервис – это у нас, он такой прям массовый, очень много людей пользуется. Это оплата за проезд в общественном транспорте. Очень удобно, классно. Вводите уникальный номер автобуса либо сканируете QR-код внутри автобуса. Это прям быстро и удобно, буквально в два клика. Также есть у нас по функционалу, это тоже массовый сервис, называется кэшбэк. Это когда вы оплачиваете прям широкий спектр салона красоты, аптеки, магазины продуктовые, рестораны, кафе. То есть придя туда, в точку продаж, вам выставили счет, допустим, там в ресторане поели, вам выставили счет, и вы сканируете QR-код сеным и оплачиваете. И к вам, то есть уже в приложении прилетает кэшбэк. То есть кэшбэки там до 30%. То есть, ну, представьте, да, то есть вы посидели там на 10 тысяч тенге, и 30% – это 3 тысячи тенге обратно прилетели. Это прям реальные деньги, которые вы можете также расплачиваться внутри приложения. Также у нас есть сервис «Паркинг». В нем вы можете оплатить за парковку автомобиля вдоль бульвара Нуржол. Но сейчас мы ее развиваем дальше, то есть подключаем новые парковки, как и в других городах, так и вот в Астане. Вот. Еще немного функционали. Это есть, мы недавно его выпустили, это функция перевода денег внутри приложения, прям 24 на 7, то есть мгновенные переводы денег всем пользователям, которые есть в Сеном. Кошелек работает так. Есть основной баланс и есть баланс кэшбэков. Расплачиваться кэшбэком можно только в системе, а вот средства с основного баланса можно выводить на банковскую карточку с комиссией всего в 1%. Кроме того, в кошельке есть встроенные кредитные лимиты. А чем это выгодно бизнесу? Ведь сейчас можно оплачивать все услуги через посттерминалы. Ну, это как раз таки, то есть альтернатива посттерминала. У нас комиссия 0%, то есть если, допустим, вы оплачиваете через посттерминал, то вас банк забирает, ну, у бизнеса забирает комиссию, у нас же это 0%, то есть за продажу мы ничто не берем. Вот. Также это выгодно бизнесу. Почему? Потому что это готовый маркетинговый инструмент. То есть если бы там любой ресторан или магазин захотел бы разработать свою программу, автоматизированную программу лояльности, это, ну, для них это дорого, долго, да, внутренне и непонятно. У нас же все, то есть готовые технологии, пожалуйста, то есть ты можешь через нас вознаграждать своих клиентов за их лояльность. Вот. Плюс это финансовый инструмент, то есть это снижение комиссии на безналичных расчетах. Вот. Также вы можете внутри приложения оплачивать другим юрлицам. Приложение агрегирует в мобильном устройстве различные виды карточных продуктов. Естественно, встает вопрос о безопасности данных в случае, например, утери смартфона. Допустим, я пользователь синым, и я потерял свой смартфон. В этом случае оперативно кто мне придет на помощь? Конкретно в данном случае человек может в первую очередь, когда он с другого телефона зайдет в Сеном, то его сеанс на всех других устройствах, он автоматически прекращается. Тем самым тот человек, который найдет ваш телефон, он уже не сможет к вам зайти в приложение Сеном с вашего потерянного телефона. Вот это первое. Второе, вы можете тут же позвонить к нам в полцентр. Круглосуточно работает? Да. Можете позвонить к нам в полцентр и попросить заблокировать конкретно ваш аккаунт в нашей системе. После того, как вы восстановите свой номер телефона заново, вы можете заново поменять пароль и запустить заново свой аккаунт. Ну, а значит, целая служба безопасности работает, правильно? Да, конечно. Мы финтех-компания, то есть финтех-компания означает, что мы финансовая компания, и мы к этому очень серьезно подходим. У нас сервера, на которых обрабатываются все наши данные и так далее, они соответствуют по своей степени устойчивости ТИР-4. Это уровень устойчивости серверов, которые используются банками. То есть мы с самого начала взялись… Это мировой какой-то уровень, стандарт, да? Да, естественно. Это мировой уровень, и это один из самых высоких уровней. Разработчики поставили для себя амбициозную цель – всего за один год получить 1 миллион зарегистрированных пользователей и выйти на сумму покупок в системе в 2,5 миллиарда теней в месяц. Сегодня Сеном пользуются около 70 тысяч человек. Ну, на 2019 год мы поставили здесь захватить, скажем так, да, ключевые города. Вот, следующий город у нас Алматы. Там мы не так сильно представлены, но сейчас мы активно ведем работу в этом направлении. Потом, в 2020 году мы уже, то есть, хотим выйти в первую страну. Вот, пока мы сейчас еще смотрим, то есть, по итогам 2019 года мы это решим. То есть, это будет Кыргызстан или Узбекистан. То есть, в Узбекистане большой потенциал. То есть, естественно, это мы рассматриваем Россию. Вот. Ну, вот это три страны, но еще Китай. Вот. Потому что все-таки мы ориентированы на бизнес, да, и свои, допустим, там, закупки они делают у ближайших стран. Вот. Поэтому, ну, и нам интересно, чтобы люди пользовались, как, то есть, Сеном здесь, в Казахстане, допустим, поехал в Россию, там тоже мог расплативаться. Поэтому, то есть, в 2020 году мы уже, то есть, решим, в какую страну мы первую будем покорять. В IT-компаниях, в софтверных продуктах всегда происходит таким образом. Сначала набирается пользовательская база. Вот, пока пользовательская база не наберется, это больше идет вложение. И как только пользовательская база достаточно растает, эта пользовательская база дальше начинает расти, как снежный ком. И там уже доходы начинают очень быстро расти. Вот. С этой точки зрения мы в середине следующего года по нашим планам выйдем на точку безупречность. И если сравнивать с мировыми компаниями, IT-компаниями, мы по срокам... То есть, достаточно быстрого продвижения, да? Соответственно, не дайте мировым срокам. Весьма внушительные возможности, как уверяют разработчики, их приложение предлагает сектору B2B. Кроме привилегий по процентным ставкам, приложение предлагает различные акции. Но самое главное – предоставляет предпринимателям бизнес-аналитику о том, что, когда и у кого покупается. Мировая электронная коммерция растет довольно активными темпами. В некоторых странах количество онлайн-покупателей уже превысило число офлайн. В Казахстане рынок так называемого e-commerce растет на 30% ежегодно. У ребят, которые разработали это приложение, изначально была миссия выстроить такую систему, в рамках которой люди будут работать, доверять друг другу и вместе развиваться. Встретились они все тоже не случайно. Как правило, такой специалист у нас стоит недешево и на дороге не валяется. Чтобы содержать такую команду из сильных специалистов 50 человек, наверняка ваш стартап должен выйти на уровень высокой прибыли. У нас команда полностью своя. На данный момент работает около 50 человек. И разработчики, из них 20 человек, это разработчики. Все со специальным образованием, ключевые сотрудники все получили образование за рубежом в Канаде, в Америке. И я считаю, что у нас одни из лучших разработчиков в Казахстане. И в прошлом году мы также взяли, собрали очень мощную команду по маркетингу, продвижению. И вы уже сейчас можете заметить, с начала этого года продвижение нашего приложения, оно происходит на профессиональном и мощном уровне. Ну и тут вытекает следующий вопрос. Такой специалист, он дорого стоит? Щепетильный вопрос. Себестоимость, окупаемость. Вы вышли на прибыль уже? Если возможно, назвать какие-то цифры. Положили, сколько и вышли на уровень какой. Да. Я сейчас вам точную цифру не могу сказать, но за все время наш учредитель уже вложил более полутора миллионов долларов. в развитии нашей компании. Вы правы. На сегодняшний день специалисты такого уровня, они стоят достаточно дорого. И на сегодняшний день мы не вышли еще на безубыточность. Это нормально, потому что такие проекты, мы хоть и финансовая компания, но мы финтех-компания, мы рассматриваемся как IT-компания в то же время. То есть вы даже не окупились? Или вы еще не вышли на прибыль просто? Мы не вышли на прибыль еще. Но это нормально. То есть мы по нашим планам выходим на точку безубыточности в середине следующего года. В IT-компаниях, в софтвердных продуктах всегда так происходит таким образом. Сначала набирается пользовательская база. Пока пользовательская база не наберется, это больше идет вложение. И как только пользовательская база достаточно растает, эта пользовательская база дальше начинает расти, как снежный дом. И там уже доходы начинают очень быстро расти. С этой точки зрения мы в середине следующего года по нашим планам выйдем на точку безубыточности. В этом месте и взращивался стартап Синэм и его компаньонов. Технопарк стал точкой отчета для многих молодых казахстанских предпринимателей, рискнувших попробовать свои силы в ноу-хау. Я делаю вывод, что аналога вашему приложению у нас в стране нет. Поэтому возникает вопрос, какую государственную поддержку получает ваш стартап. Да, в прошлом году мы стали резидентами IT-технопарка Астана Хаб. То есть здесь они предоставляют бесплатный офис. Это значительное снижение у нас расходов на аренду офиса. Потому что у нас 50 человек в команде. Представьте, это надо большую квадратуру офиса. Во-вторых, у нас сейчас будет снижение по налоговой преференции. И там тоже снижение сдерживает. В основном это все через Астана Хаб. То есть основная господдержка это через Астана Хаб. Но классно, потому что здесь есть, скажем так, сообщество, то есть IT-стартапов, с которыми ты даже просто кофе пьешь и общаешься, делишься опытом. Они с тобой делятся опытом. Плюс вначале мы проходили такую акселерацию, где нас как раз таки эксперты нам подсказывали, в каком направлении двигаться и улучшать наш бизнес. Уже сейчас Астана Хаб разработал программу налоговых и других льгот, которые вступят в действие в нынешнем году. Так, индивидуальный налог составит 0%, а налог на дивиденды и прирост стоимости сократится в три раза при работе проекта до трех лет и после трех лет работы до нуля процентов. Предполагается, что благодаря инструментам Астана Хаб К 2022 году стартапы Технопарка смогут привлечь инвестиции от частных сторон, венчурных ассоциаций и бизнес-ангелов на сумму 67 миллиардов теньги. Я думаю, что Синым на самом деле очень опередил нас в нашей экосистеме, очень продвинулся вперед. Что мне нравится в нем? Во-первых, мне нравится, что основатели – это люди, которые имеют опыт работы в отрасли. Насмотревшись кино или телевидение, многие люди думают, что стартап – это всегда два человека, которые программируют на своих ноутбуках в гараже и хотят изменить мир. Но на самом деле среди них много людей, имеющих богатый опыт. Синым это именно так. Во-вторых, это решения, которые идут из индустрии финтех пилинговые платежи. Есть вещи, которые ты можешь сделать с помощью этого приложения в Казахстане, которых нет даже в Сингапуре. Поэтому я очень впечатлен. Ведь что на самом деле мы думаем о Сингапуре? О, это крупнейший международный финансовый центр. А ведь там мы не можем делать переводы внутри приложения или оплачивать те сервисы, которые нам доступны в Казахстане. Например, я не могу оплачивать там услуги АЗС через приложение, а в Казахстане это возможно. Мне не нужно выходить на улицу. Иногда погода здесь немного холодная, скажем так, и я могу заплатить за бензин, не выходя из машины. Так что я на самом деле впечатлен возможностями приложения. Кроме того, недавно создатели CNM пришли ко мне и рассказали о проблемах, связанных с масштабированием. Что они становятся слишком большими и растут слишком быстро. Нам нужно больше технических специалистов и разработчиков, чтобы масштабировать наш бизнес, сказали они. Это великолепная проблема, не так ли? У нас сейчас слишком много клиентов. Каков наш следующий шаг? Поэтому, когда они приходят к нам и говорят, эй, как мы можем начать планирование, потому что у нас все больше и больше пользователей, все больше и больше клиентов в системе. Как нам планировать будущие действия? Это можно назвать проблемами успешных людей. Поэтому лично я очень впечатлен. Приложение CNM одно из первых в Казахстане дало возможность своим пользователям заправляться, не выходя из машины. В данный момент в Нур-Султане активно функционирует только одна сеть АЗС. Но до конца года компания планирует подключить еще три популярные среди автомобилистов сети заправок. Не выходя из машины, человек может, набрав на мобильном телефоне необходимое количество топлива, заправить в свой автомобиль. Преимущество для нашей компании в приложении CNM – это разгрузка наших касс и экономия на банковских комиссиях. Наша компания идет много со временем, поэтому мы внедряем такие системы в эпоху цифровизации новых технологий. Приложение CNM стало спасением не только для крупных игроков с большими потоками клиентов, но и для владельцев малого бизнеса. Все больше и больше клиентов узнают о нашей кофейме. Плюс в том, что мы дополнительно добавляем им кэшбэк в 15%. Для нас выгодно тем, что комиссия ниже, чем в банковских нирвеналах. Сегодня в мире каждый десятый товар продается онлайн. В развитых странах электронная коммерция занимает почти 10%. В нашей стране – около 2%. В любом случае, показатели внушающие оптимизм. Так что ребятам с их стартап-проектом есть для кого развиваться. Редактор субтитров А.Семкин